Обучающие семинары по вопросам диспансеризации намечены в нескольких городах и поселках округа, в их числе Ноябрьск, Харп, Салихард и другие. Первый семинар проходит в нашем городе, и это не случайно. Губкинский в лидерах по Ямалу по качеству проведенной диспансеризации. В подтверждение большое число выявленных нарушений здоровья на первом этапе осмотра. Каждого третьего Губкинса, проходившего диспансеризацию, направили к узким специалистам для дальнейшего обследования. Более того, насколько высока сознательность в вашем городе, каждый второй житель, который направлен на второй этап, заканчивает второй этап. То есть не пропадает неизвестно где, а проходит диспансеризацию. Это очень отрадно. Радует и тот факт, что проходить диспансеризацию ямальцы стали намного активнее. В настоящее время в целом по округу завершили обследование около 60% подлежащих диспансеризации граждан. К ним относятся люди, возраст которых превышает 20 лет и кратен трём. Люди интересуются своим здоровьем. Большинство. Им важно узнать свой уровень сахара, уровень холестерина, индекс массы тела, узнать, есть ли у них избыточный вес, ожирение и что самое главное с этим делать. Потому что диспансеризация – это не только выявить заболевания и факторы риска их развития, но и предупредить развитие этих заболеваний, дать рекомендации пациенту по тому, что сделать, чтобы у него не возникли эти заболевания. В Губкинском в этом году пройти диспансеризацию должны почти 2500 горожан. На сегодняшний день 1723 человека, это почти 70%, уже проверились. Вы снова узнаете, когда проходит диспансеризация? Ну да, конечно, там рекомендации врачей всякие необходимые. Себе нет, мои болячки были известны и до этого, но лишняя она мне не показалась. Сейчас организм работает как-то, начинает по-другому. Возможно, что необходимо узнать, где-то, может быть, какие-то хронические болезни остались. В принципе, я отношусь положительно. Да, нужно проходить обязательно. Рентген, диспансеризацию, все. Я считаю, что это нужно. А сами проходите и когда проходили последний раз? Да вот, да, прямо сейчас. Да, вот сейчас от терапевта. Все анализы сдал, проверился нормально. Чаще всего среди губкинцев диагностируются заболевания обмена веществ. Это повышенный уровень холестерина, глюкозы, избыточный вес и ожирение. К слову, эти нарушения здоровья характерны и для жителей других муниципальных образований округа. Можно сказать, что у нас достаточно массово обследовано население. Выявляются в основном факты риска. Не столько заболевания в запущенной форме, сколько факты риска. Ожирение, повышенный холестерин, уровень глюкозы повышенный. То есть то, что приводит к крайней смертности заболеваемости. На семинаре в городской больнице присутствовали не только губкинские врачи, но и гости из Муравленка и поселка Пурпе. Если прохождение диспансеризации в городах, как правило, не вызывает проблемы пациентов, то в поселках люди чаще встречаются с некоторыми неудобствами. Для прохождения второго этапа, для дообследования требуется соответствующее оборудование, инструментальные, узкие специалисты, которых, допустим, по некоторым причинам у нас, в том числе у нас невропатолог, допустим, он находится сейчас на декретном отпуске. Такой вот момент положительный, но приходится эти нюансы учитывать в нашей сельской жизни. Учесть все нюансы диспансеризации и поделиться опытом – одна из главных задач сегодняшнего семинара. Его результатом должно стать желание всех горожан пройти обследование, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. Вера Устина, Александр Анфимов, Новости Губкинского.